Итак, где мы находимся? Мы находимся на улице Комсомольская, 17. За моей спиной то самое место, электросила. В течение года с небольшим я вам показывал, что в принципе, даже если у вас дома электричество, то оно чинится легко и быстро. И появится, и делается, и в итоге мы вам продемонстрировали, что если вы будете дружить с электросилой, вы не попадете на деньги, на бешеные деньги. У вас будет реальная экономия, потому что если вы все переведете на лед освещение, то уж поверьте мне, даже все включенное у меня дома, это не более как примерно 300 ватт. Не более того как, освещение в разы больше. И это в том числе и для вас естественно. К слову о том, что вы же прекрасно понимаете наши жизненные траты. Наши жизненные траты включают очень серьезные платы за электричество. Так вот, если вы придете сюда и купите себе должное электрооборудование и должные инструменты и должные лампочки, вы не будете столько денег платить. Уж поверьте мне, уж поверьте мне, как человеку, знающему электричество. Потому что я в свое-то время, в 90-м году поступил на энергофак и отлично его окончил. Я ничего, работаю. Как-то клево получается, вот как-то клево получается. Это я просто говорю, обратите внимание. Мы сегодня кончила. Этот сюжет я снимаю как раз после Нового года. Люди еще не все очухались. Некоторые еще до 14-го числа отдыхают. Да-да-да-да-да-да. Есть такие? Есть такие. Вот. Проехал я много-много сегодня контор. У меня работа такая, да? Мне приходится вот этими вещами заниматься, поиском. Поиском людей, которые вам, мои любимые горожане, дали бы возможность покупать товары дешевые и многое, естественно. Народа там нету. Обратите внимание, за моей спиной. Первый день после отдыха. Народа. Много, много-много. Да, правильно, видите? Это тоже хорошо. Потому что то, чем я занимаюсь, это удовольствие для вас прежде всего. Вы смотрите. Вы также можете кое-что сказать, почему нет. И в результате мы о чем будем говорить? О качественном отношении к клиентам. Качественное отношение к клиентам – это, естественно, электросила. Приходите всегда, всегда. Ну, во-первых, здесь есть все, по сути, события. Ничего другого здесь нет. То есть, если вам нужно электричество, оно есть в любом количестве. И провода тоже, большие и тяжелые, тоже здесь есть. То есть, основной и грамотный вопрос, куда вам необходимо прийти? Наверное, сюда, на Комсомольскую, 17. Да, мы самые умные и, по сути, самые богатые. А как еще, не имея финансовой поддержки, россияне покупают сами квартиры, летают везде, ездят на иномарках? Как? Потому что умные. В атмосфере холода мы живем и будем жить. Да тут реально много чего есть. Сейчас только что увидел своего замечательного товарища. В смысле, он старше меня, естественно. И немного другими вещами занимается. Но, тем не менее, он сюда пришел и был реально удивлен ценами. Реально удивлены ценами будете и вы, когда придете сюда. Они просто очень хорошие цены и для всех. То есть, мы говорим о том месте, куда вам 100% необходимо прийти. Для того, чтобы сравнить цены и уже потом, включив то, что у вас находится в голове, прийти сюда. Потому что цен дешевле я, по край, еще не видел. Ну, как-то да. Может случиться, если это и будет, а может и нет. Я не знаю. Все зависит от желающего делать рекламу. От таковых в области электричества то и нет. Так вот, рано или поздно все ломается. Ломается и микрофон, ломаются и провода. Ах, мы не будем говорить о том, что это не ломается никогда. Все ломается. Уж поверьте мне, энтропия. Ну, вы, наверное, не знали, а я-то знаю, потому что я получил лучшее образование еще и в СССР. Мало того, как бы у меня циклическое образование было. А подциклическое образование обучалось только две конторы. ЭФ-91,2 и ЭТ-91,2. Ну, еще 89-е получились, правда, что. Вот. То бишь, я не буду говорить, что у нас очень плохое было образование. Это было лучшее образование. Не надо забывать факультет энергетический. Вы еще попробовали бы туда поступить. Это вам не мех, факт. Не черная металлургия. Нет, это был топ, естественно. Так вот, этот топ я и закончил. Поэтому я вам реально объясняю, что все ломается, уж поверьте мне. Но вопрос, где мы будем это дело ремонтировать. И это единственное то самое место, где мы вам говорим, что цены просто очень хорошие. Реально хорошие цены. Нет, вы не придете, скажу так, Вы не будете не очарованы сверхдорогими ценами. Здесь абсолютно все нормально. Слово о том, что вы можете купить и подешевле, и подороже. Не проблема. Проблема заключается в том, куда вы сможете приехать. Один из вариантов находится здесь, на вокзале на 5. Электросила. Клевенько, да? Где-то на куричках, а народ идет. После стандартных праздников, после которых прилива сил-то и нет. Да-да-да-да-да-да-да. И даже невзирая на то, что сюжет мы делаем один из квартала первого месяца. То есть только-только-только-только закончились праздники, да? А люди всегда приходят. Почему они сюда приходят? Потому что цены-то очень хорошие. Реально хорошие цены. Реально хорошие цены и для вас, естественно. Как я уже вначале сказал, все ломается. И электричество так же ломается. И вот все так же ломается. На улице примерно минус 15 градусов. Я не сильно люблю зиму, потому что, вы знаете, вот это мои замечательные видеокамеры, они даже не расположены и не собираются думать о том, что они когда-либо могли бы снимать при минусовой температуре. Да, только одна страна имеет такое замечательное событие. В другом, во всех местах, естественно, температура выше. То бишь, господа, 3% населения, любимые мои россияне, вот мы там и живем. И не надо к нам лезть вообще. Ну, ломается, ломается. Я только что поменял аккумулятор. Захотелось сделать вам финальный стендап. Ну, ничего сложного. Я поменял аккумулятор и продолжаю свой финальный стендап. То есть, о чем мы будем говорить? О благости телевизионные. То есть, если вы работаете с телевидением, вы понимаете максимальное удовольствие. Люди смотрят, вы понимаете результат. И, к слову, о том, что кто-то мне говорит о интернете. Нет, поверьте мне, я уж как человек с опытом общения аж 8 лет, как мои сюжеты есть в YouTube, и говорю, нет, радости там нету никакой. Что смотрят люди в интернете? Ох, мои приколюшки. А хороших материалов, таких как у меня, люди не смотрят. Смысл, зачем? То есть, это им и не нужно. Хох, мы приколюшечки. Ну, сейчас другая тема, весьма интересная. Весьма интересная. Посмотрите внимательно. Ну, да ладно. То есть, о чем я сейчас буду говорить? О том, что я люблю раскручивать. Я раскрутил электросилу. То есть, полтора года работы. Я очень хорошо раскрутил магазин Orion. Три с половиной, может, четыре, может быть, больше лет работы. Это было очень красиво. Я посмотрел. Ну, просто молодцы, ребята. Хорошо работают, знают, с кем будут работать. И, если честно, если честно, уже материал для вас, уважаемые мои магнитогорцы и зрители нашего замечательного канала. Слово о том, что наш канал реально крутой. По одной простой причине, там работают, ну, по сути событий, один полноценный товарищ, то бишь я, естественно, и еще другие. Их немного, естественно, два человека, которые делают вам информационные сюжеты. То есть, понятно, да? То есть, мы работаем, мы вам показываем качество. Поэтому лучший вариант обращаться к нам. Вы уж поверьте мне, это, пожалуй, лучшие специалисты, у которых опыт работы, к слову, есть один человек, у которого опыт работы больше, чем у меня. Он в работе. В состоянии находится. И только благодаря Виктору Филиппову Чурашникову он работает до сих пор. Это Андрей Хиловский. Дальше уже идем мы с вами. Вот так вот, господа мои. То есть, думайте, 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 и еще раз думайте. К слову о том, о тех людях, которые ушли с комбината. Мне нравится Виктор Филиппович Чурашников, он правильно говорит. Вы зарабатываете деньги, но на пенсии вы сразу уходите. Но у некоторых людей на пенсии денег чуть-чуть больше, чем у стандартного человека. И они бы хотели наверняка заработать деньги больше. Так вот, я вам сейчас говорю, как это можно сделать. То есть, ну, как правило, эти люди идут куда? Депутатский наш замечательный корпус. Да, конечно, депутатский наш замечательный конкурс. Корпус, он может быть хорош. И вы, как прекрасно понимаете, мы сейчас уже перестаем дышать чистым воздухом. Все наши замечательные парки, почему-то внезапно поредели. А да, и там очень начали много строить других объектов. Но, как правило, все эти объекты сдаются в аренду. Давайте определимся. Сроки, сдачу в аренду и когда все это дело купится. Я вам предлагаю другой вариант. Сумма, в принципе, небольшая. Полтора-два миллиона рублей. Может быть, на три. Это будет вообще все шикарно. Если вы ко мне обратитесь, мы с вами вместе сделаем то, от чего будут балдеть автомобилисты. Представляете? Ну, вы обратитесь ко мне. Телефончик мой в конце всех фильмов есть. Там прям просто мой телефончик и написано. Так что обращайтесь. Договоримся. Договоримся. И дело-то сделаем крутое. Такое же крутое дело, как и моя раскрутка. Моя раскрутка, прежде всего, магазина электросилы, который располагается здесь, на вокзальной 5.